Временное расставание с семьей Аша, привет! Ой, ой, осторожно! Ну, все, поехали, давайте, все! Роднулики прощаются! Войдя на! Пока! Короче, меня тут тормознули, армянский паспорт, оказывается, имеет печать. А с американским не пускают, потому что у меня через сутки полет. Короче, говорят, ты можешь только в транзите быть, а у тебя самолет через 12 часов. Короче, я заговорил, зубы, русский мужик был классный. Сделал так, чтобы эта фанатичка-американка не смогла ему всю информацию передать. И заговорил, зубы, он говорит, да-да-да, пусть он летит. Короче, он не знал, что я должен сутки быть в Москве. То есть уже транзиту не подлежу, я должен быть в Москве. Ну, а там уже эту печать подделаем. Она, потому что там ручкой написано, срок экспертной ручечкой. Исправим все, 6 перейдет, станет восьмеркой, и все будет нормально. Все, летим в Москве. И продолжается. Позвонил домой с нашими, поговорил. Теперь я лечу с Люфтханзой, потому что я упорный человек, люблю добиваться своего. Вот. Лечу сейчас в Германию. Опоздаю всего на, ну, 5 часов. Это лучше, чем с зажатым хвостом идти домой и возвращаться домой, сказать, нет билета, я завтра пойду. Нет, я сегодня должен лететь, и я лечу сегодня. Ну, все, буду держать в курсе, расскажу поподробнее. Так, где этот Люфтханза? Где-то здесь, наверное. Так, короче, едем, еду во Франкфурт. Посмотрим на облака, потом продолжим историю. Посмотрите, какой кайф, как будто вата там. Обалдеть, как будто кто-то разложил вату там. Ладно, короче, что получилось? Из-за этого чьёцкого армянского паспорта, в котором какая-то подпись должна быть, меня не пустили, чтобы я поехал в Москву, потому что с американским паспортом туда нужна виза. Но если ты едешь в Армению, отпускать в транзитную зону. Но, так как у меня был билет в Ереван на следующий день, я больше 24 часов в Москве в транзитной зоне находиться не имел права. Хотя, кто это знает, кто это... В общем, маразм. Я ручкой исправил в 2016 на 2018. Тут же купил билет на Люфтханзу и потом в Москву. Они сказали мне, спросили, а как вы в Москву поедете? Я показал паспорт. Они посмотрели моё исправленное, так сказать, число и сказали, всё нормально, езжай. Так что сейчас я еду во Франкфурт и оттуда уже буду в Москве. Дальше продолжим фильм. Ну, это просто комедия. Не пустили меня в аэрофлот и всё, идиоты. И знаете, что самое интересное? Что люди с маленькими душонками, они могут закрыть на кое-что глаза и сделать добро человеку. Но так как они хотят показать то, что они умные, что ли, в этом роде, да, что они всё видят и знают, они другим людям дают очень много проблем. Мы все сталкиваемся с такими людьми в виде полицейских форм, всяких менеджеров. Ну, в общем-то, это нехорошо. Они могли спокойно меня пустить с Москвы, и никто ничего не сделал бы им за то, что я там больше 14 часов нахожусь, потому что американским паспортом я имел право как бы ехать транзитом. Ну, ладно, бог с ними. Ну, всё. Посмотрим, как у нас Германия, потом Москва и так далее, и тому подобное. Надо встретиться с одноклассниками. Первый раз выезжаю без семи. Меньше суток в Москве, меньше суток в Ириване. Такого короткого трепа у меня ещё не было. Это сумасшествие. И будет это очень интересно. Всё, ребятки. Мы в Аэропусе Джамбо Боинг 747. Обалденный корабль, так сказать, воздушный. Всё, будем продолжать дальше. И будем делать ахтунг-ахтунг. Всё, пока. Дорогие и господи, мы в Германии. Это... Что было в городе? Франкфурт. Теперь, короче, мы сейчас... В общем, приземлились в Германию. Теперь тут часа два есть, чтобы попасть на Москву. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, вот, хотел показать этот печать, из-за которой я попал в эту какашку. Сейчас. Держи. Ага. Опа. Даже не знаю, где. А, вот, 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 вот. Ага. Ну, это американский паспорт, который в России никому не нужен. Окей, сейчас покажу. Вот. Вот. Вот, вот. Вот 2016. Now it's 2018. Now it's good to go. А? Вот из-за этого мы попали сюда, в Германию. Ну, ребятки, мы пошли дальше. Всё. Будем... Надеемся, попадём в Москву с этим паспортом. Ужас какой-то. Мы едим в Баттхофе. Фрейнстейшн. Ахтунг! Баттхофе. Астри. Чтобы сесть и поехать в другое здание, где уже рейс на Москву. Вот. Посмотрим, что происходит. А вам сейчас покажем Франкфурт. Да, да. Да. Сейчас, не трамвайчик. Мы будем трамвать в секциях Б. Так что я буду трамвать в Франкфурт. Знаешь, что я имею в виду? Холенстейн. Стасионист. Очень часто во всех аэропортах встречаются напуганные азиаты в масках. Они боятся дышать, чтобы вдруг бактерия не азиатская их не зацепила. Вот, посмотрите, сзади меня. Hello. Маски. У-у-у-у. Видите? Ёбнутые. All right. Ёбнутые. Ёбнутые. Вот так, признались. Now, time to have a coffee in Germany with American jazz. Das, cafe. Вот так вот. Посмотрите на аэропорт. Здесь какой? Такой здесь. Так, сейчас уже идём на посадку в Москву. We're going to border to Moscow. Главное, чтобы сейчас проскочила эта дата, чтобы посадили меня на Москву. И ещё, чтобы когда в Москве выходил, не пристали. Хотя, кому показываю, смотрится нормально. Посмотрим. Переживаю немножечко. Но это даже интересно. Вот. Посмотрим. Сейчас покажу, как смотрится. По-моему, получилось неплохо. Ну, всё. Сейчас покажу. По-моему, шестёрка в восьмёрка неплохо превратилась. Ну, ручкой написано. Так, написали, дали, да? Ладно, посмотрим. Надо добраться до Москвы срочно. Всё, пока. Короче, проскочил. Проскочил, прошёл. Ручкой написал, прошёл. Вот из-за этого меня не впустил аэрофлот. Уроды, да, какие? Вот, ну, не знаю. Ладно, в общем, не важно, не будем. Короче, через Амстердам я попал в Москву на три часа позже. Но попал. Так, теперь посмотрим, где наши товарищи. Вот, сейчас увидим. Всё, пока. Вот, сейчас едем, Арам будет встречать. Короче, прошли, всё, устал, но сил хоть отбавляй. Мы приехали в Москву, товарищи! Москва! Вот, всё нормально, значит, так. Так, где же они? Где, 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 где? Третья, да, 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 да. Арам! Субтитры создавал DimaTorzok 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 лампочка все даже даже вот кухня это кухня нашего где мы сидели вот так все будем спать там же где мы спали с маленькими дульчиком этот запах его маленький вот эта коляска здесь обалдеть я в самом я сплю в самом лучшем месте в мире сейчас самое сладкое место где первую первую ночь наш ночек провел вот так вот мы были здесь обалдеть очень кайф супер вот так мы на кухне ребята на этой кухне вот сидим кайфуем кушаем покупки сделали вот так тигран джан кто пришел к посмотри со мной не надо здороваться леночка привет давай еще раз засос теперь вот вторая серия московская привет ребятки и всем кто смотрит вот так вот 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 этот дом здесь ребеночек сидел помнишь здесь ребенком она все уезжаем пока лалечка вот вам привет опять все будет хорошо приезжайте ждем все лен все уже шереметьево едем вереван теперь опять паспорт показала она под ультрафиолетовым лучом посмотрела эту эту печать и не врубилась хорошая работа а теперь в борьбе едем все наканунесты счас пойду с третима рома а санкери van VR in Armenia yeah let's go and this girl was with me we have put a baby look i'm a part-time Папа и дарим таре самолетом. Такой же сладкий, как наш дулик, наполовину русский, наполовину армянин. Скажите здравствуйте всем зрителям, здравствуйте товарищи. Ну все, выходим. Так, посмотрим аром там или нет. Сейчас сразу резкую камеру делим наезд. Поезды. Гарома. Чта. Чта, чта, чта. А вот червы. Так, ну где же он? Его нету. Нету. Кушаться лячка, нету его. Сюрприз не получился. Ладно, покурим на улице. Извините, я не знаю. Мы сейчас смотрим на улице. Мы с ним не смотрим. Мы смотрим на аром. Мы идем на аром. Он спрошел. Он спрошел. Да, а ты... Вот, аром! А где аром? Да, привет. Последний фильм был Стречер Виталия. Я сейчас здесь. Окей. Привет. Все, приехали в Ереван. Мама, так сказать, я ожидал увидеть старушку, но сейчас вижу молодую девчонку. Здравствуйте. Сейчас покажем наше семейное наследие, но не важно ничего, тебе на конкурс не надо. Это то, чего, наверное, невозможно найти ни у кого, кроме людей, каких внук Джорджа Армани или еще что-то такое, объясню почему. Это, вот это пальто, шито моим дедом, ему 80 лет, посмотрите внимательно, что это такое, это шок, материал новый, швы, ручное, все ручное. Вы посмотрите, что это такое, это мой дед шил, когда моя мама была, молодая девочка, дед мой шил пальто, теперь я его одеваю и буду носить, какой стиль, это пипец, твердо все, как будто на крахмале. Вот, 80-летний, 80-летний, 80-летний пальто, папа Сакары, вот, 80-летний, 80-летний, настоящий, вот, 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 это самое ценное, что есть. Вот, 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 вот ну вот так вот ладно посмотрим кто из соседей есть город немножко покажем и пойдем дальше все в общем все заняты все где-то на работе короче дом скоро освобождается маму уже придется везти трое суток почти не спал поменял 5-6 самолетов перелетел побывал в четырех странах вот все заняты просто выйду немножко погуляю все пока городе стоит сумасшедшая энергетика просто вышел погулять ереван ну после москвы когда приехал ночью как-то грустновато было всегда когда перешиваешь береван тебе кажется что это какой-то дохлый вроде город а потом уже когда день начинается в частности к вечеру тут такая энергетика стоит такие насыщенные густые лица видишь на улице и кстати нужно заметить молодежь такая интересно одеты и со вкусом ну в общем так скажу окна везде смотришь свет горит телевизор работает вроде все жалуются но везде хорошие машины все одеты нищих грязных вонючих разорванных как лос-анджелесе нету и нет машины едет и нету вот этих всяких там оборванцев бездомных ну я скажу так интересный город с магнитными свойствами конечно москва это было вообще пожар ну а здесь здесь все таки что-то другое есть это смесь южного чего-то с европейским и очень напоминает очень по своему духу напоминает не а по это касается и табилиси тоже ну что немножко поснимаем пойдем посмотрим как наша сестра там а нулька и уже в аэропорт 12 часам все немножко город покажем пока может быть у туриста другие ощущения чем у человека который здесь живет может быть скорее всего это так но вот быть туристом и гулять по этим насыщенным улицам с очень сильной энергетикой с очень сильной энергетикой своеобразной очень приятно что-то где-то что-то как-то чего-то вкуснятина и пахнет везде кто-то входит молодежь разодета такие девочки такие понимаешь чувачки все там ну здание какие-то деревья еще больше выросли уже тут ногу очень старых больших деревьев уютных ну просто супер ну очень нравится вот ну еще немножко город покажем еще есть полчаса чтобы встретиться с сестрой своей вот эти полчаса мы проведем показываю вам город и дальше уже покажем нашу встречу сестрой вот так трое суток не шахстан но нет энергии есть еврееваны сириум ахчик которые а рсма в ургешем красавица которые седа называют кеш англиры beautiful armenian girl who's calling herself not beautiful this is bullshit she is beautiful Да, я не знаю английского языка. Но я не знаю, я просто говорю. Да, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Гириванцкий аэропорт, унижаем. Сейчас ты помогаешь. Да, да, да. Да, 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 да. Будущая гражданка американца. Вот, вы едете в Америку, тетя Фейн. Вау, вау, вау. Настроения, конечно, никакое. Объяснять не буду, долго. Ну, в общем. Ну вот, в аэропорт приехали, Еревана. И двигаемся постепенно уже на посадку, на регистрацию. Вот так вот. Будем продолжать. Американ, вот. Почти регистрация. Вот. Веревана. Аркадьев, ей холодно. Давай, я надею. Надену ей. Она надеет. И мы потом поведею сделаем. Вау, да. Вау, да. Вау. В Американ. Вау, да. 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 Он говорит, что ты говоришь о том, что мы потеряем в конце, эту часть. Слушайте, человек. Что ты потеряешь в конце? Да, у тебя ничего не потеряешь, и все это победит. Потому что ты потеряешь все в конце. Он говорит, что в конце мы все потеряем, так что я всего лишь ногу потерял, и терять нечего. Надо гулять, и именно когда он потерял ногу, он понял, что ему надо путешествовать. Показываем вам их телевидение. Сейчас, смотрите. Канал номер один, шеф, вечерняя программа, он же. Канал номер три, телевидение, те же люди. Вечерняя программа для детей, тот же самый человек. Он готовит вкусную арабскую пищу, он же. Как уладить семейные конфликты, передачи для взрослых. Они же. Персональный автомобиль, тетя Шелли. Мерседес. Мерседес. Мерседес Эль-Хатар. Уилля Алим. У них изменился закон. До этого был закон. Ворам отрубали руки. Закон работал, но все равно воровство продолжалось. Теперь новый закон вышел. Будут отрубать член. Воровства прекратились. В общем, приехали в Лос-Анджелес. Все. Сейчас встречу дома посмотрим, как удастся снять. Бай. Короче, приехали через нацистские пропускные пункты. Оказывается, что здесь сделали? Если бы я не был бы с мамой, я бы тут бунт поднял бы. Вот еще. Снимают лицо и дают еще такую бумажку. То есть им паспорта недостаточно. Мои глаза фотографируют. Машинка регистрирует. Ну, понятно зачем. Чтобы вся эта информация была бы зарегистрирована. И что потом в банковской системе и вообще в системе было легко тебя вычислить. Здесь бы не было бы мамы. Я бы там бунт поднял бы. Я бы не согласился бы идти к этой машинке. Сказал бы, вот паспорт пропускать. Да, да, нет. Я не хочу к этой машинке идти. Все. Я не подписывался по этому. Злой. Ну, ладно. Теперь маму здесь. Берем и домой. Пока. Он Гунен. И он Сальвадорец, который маме все дела сделал быстренько. Гринкарту дали. Сей ело, ело, ело. Сей ело. Хелло, ело. Вот он. Скажи. Стейсун. Спасибо большое. Я здесь с моим другом. До свидания. До свидания. Уже рекорд идет? Все. Уже рекорд идет? Ну да, правильно. Давай. Давай я снимаю. Арусик вы отвезли? Вот твоя бабушка. Алло. Бабуля хочет целовать. Не может. Она слабенькая. Иди сюда. Да, видишь? Вот обезьянка. Маленький аркадий. Видно ли? Я же сейчас снимаю. Не, лицо его не видно. Иди сюда. Видно ли? Бабу любишь? Бабу любишь? Бабу любишь? Простай. Метоку, что вы отравили. Вот что ты, доживу. Тихо, сейчас бабуле поможем, да? Да что ты бабуле? Ты не говори, вела. Керилам, Иван. Ом, а? Уже не болит на. Уже не болит на. А что ты? Слава. Я папа мне, его не болит на. Уже не болит на. Да, да. Мinniчка, отожди, чтобы ездить было. Крошу илиди bring him. Крошу илиди. Ну вот, поездка закончилась, уже дома все, все сидят дома, все все смотрят, привыкают друг к другу, вот так вот, finally, the trip is over, and everyone is at home now, back home. I brought them home, and then we'll see what's going on, look at this guy. Hey! Эдулик! Мамулик! Эдулик! Эдулик? Эдулик, ла-маджуле санят. Инчасан, Эдулик? Скажи, ла-маджуте. Как будет по-грузински «кушаю ламаджу»? Что вы делаете? Играетесь. Играетесь? Ай-яй-яй. Ну, играйте. Что? Поцелуй. 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 Поцелуй, Кира. Давай! Туши, туши, туши. Эй, я комоджу. Я комоджу. Ай-яй, я комоджу. Эй, мам. Что? Эй, я комоджу. Умница вOb Thunder. Я комоджу. Умница? Умница? Ты, змея. Умница Стаюжное груд mud сделан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok